Масштабы фестиваля молодежи и студентов сопоставимы сочинской олимпиадой. В наш город съедется современное поколение 150 стран. Это более 20 тысяч молодых лидеров творческой и спортивной молодежи. Среди них и инженеры, ученые, члены молодежных организаций политических партий, юные преподаватели вузов, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. В программе фестиваля предусмотрен как культурный, так и спортивный блок. Сочинцы же популяризацией здорового образа жизни среди молодежи занимались все минувшие выходные. Всевозможные активности прошли на открытых площадках всего Большого Сочи. В центре задействовали и в площадь флага. Баскетбольное кольцо, футбольные ворота, маты для спаррингов. Свои мастер-классы здесь одновременно продемонстрировали баскетболисты, футболисты и боксеры. Мероприятия прошли под девизом «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов». У нас в городе Сочи хорошие условия для проведения этого мероприятия. В Бразилии проходили олимпийские игры летние. Там много экспертивных боксеров, я так считаю. Ну и, возможно, бы я с ними встретился. Это очень приятно, так как будет возможность пообщаться со своими сверстниками из других стран. Тем более я знаю, что приедет делегация из Японии, хотелось бы пообщаться с кем-то из ребят. Я занимаюсь дюдо, и этот вид спорта пришел от удара. Я знаю, что в нашем городе будет проходить международный фестиваль молодежи, и я очень этому рада, потому что приезжает около 200 стран. И я бы хотела очень повидаться со спортсменами из Франции или Англии. Задействовали на импровизированных спортивных площадках и зрители. Ребята соревновались в эстафетах и даже в сборке-разборке оружия. Тема спорта, но уже параллельно с музыкальными и песенными номерами, продолжилась на Южном Малу. Здесь спарринги проходили в сопровождении концертного марафона Сочинской филармонии. На сцене лауреаты международных конкурсов. В хосте отдали дань классике. Здесь, помимо всего прочего, звучал духовой оркестр. Это стало, наверное, уже традицией, потому что перед самым большим мероприятием, как это было перед Олимпиадой, а сейчас мы готовимся встретить фестиваль молодежи и студентов. Осталась ровно неделя до такого замечательного мероприятия. И мы решили его отметить у себя в районе такими праздниками, куда пригласили наших школьников, пригласили наших ветеранов, пригласили жителей Хостинского микрорайона. Точки активности по всему Большому Сочи заполнили юные сочинские артисты и представители Олимпийского резерва курорта. Праздник прошел в лучших фестивальных традициях, в том числе продемонстрировал, что Россия вновь готова гостеприимно принять представителей всех континентов. Спортивная жизнь в городе Сочи сегодня кипит, культурная жизнь кипит, поэтому все практически открытые площадки города Сочи сегодня задействованы. Молодежь города Сочи, спортивные школы, учреждения культуры вышли в город. Все жители города Сочи готовы встретить фестиваль молодежи и студентов 14 октября 2017 года. Мы еще раз сегодня показываем, что самый спортивный город, самый веселый город, самый культурный город – это город Сочи. Напомню, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России уже дважды – в 1957 и 1985 годах. 2017-й – юбилейный не только для самого фестиваля, который стартовал в 1947 году, но и для российской истории. Ведь впервые наша страна открыла свои двери для молодежи всей планеты 60 лет назад. Московский размах тогда поразил мир. Сочи взятую планку планирует удержать. Галина Моисеева, Инга Габешия, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ.